Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня филолог и журналист Марина Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, как я. А также автор книг и программ о русском языке. Так, наверное, тоже можно вас представить. Представляете. У нас вопросы, которые появились под анонсом. И вот сразу начнем с вопроса, который волнует нашего радиослушателя Дмитрия Трофимова. Сколько все же падежей в русском языке? 6, 7 или 13? Вот такой вопрос. Какие слушатели, однако, какие слушатели у радиоболтком, удивительно. Ну, на самом деле, если исходить из школьной программы туда, падежей 6 никогда бы нам не говорили больше, чем о 6 падежах. Но, на самом деле, слушатель знает, о чем спрашивает. То есть ученые всегда предполагали, что падежей больше. Их действительно, ну, если исходить из гипотез, то их может быть и 9, и 11, и 13, и, может быть, даже 15. Это правда так, но вот все эти падежи, они уже не упоминаются в школьной программе. Речь идет, ну, например, о звательном падеже. Вот когда мы говорим «Ань», «Ань», вот это вот тот самый звательный падеж, который в отдельный падеж не выделяется в школьной программе, но на самом деле может существовать. Но это уже научные предположения, как я уже сказала, цифры называются разные. Ну, вот Андрей Зелезняк, например, он предполагал, что падежей, скорее всего, не меньше, чем 9 или 11. Вот так. Да, в латышском языке как раз есть так называемый звательный падеж. Ну, вот видите, в русском языке он, в принципе, тоже есть, но просто в школьной программе не выделяется. То есть, когда мы говорим о языке, предположения ученых тоже имеют право на существование. То есть, язык — это еще не до конца изученный организм, если можно так сказать. Ну, а как вы думаете, можно ли изучить человека до конца? Вот точно так же язык до конца изучить, мне кажется, никогда нельзя. Это как раз та сфера, где действует, мне кажется, максимальное число гипотез. Хотя, вроде бы, вот нам с вами дают учебники, и там все есть. И падежи, и спряжение, и склонение, и как правильно. А потом выясняется, когда мы с вами выходим в обычную жизнь, что не только мы не знаем, как правильно, но и ученые, к которым мы обращаемся, тоже на этот вопрос не всегда могут ответить. То есть, получается, что в школе мы изучаем такую упрощенную версию русского языка? Ну, что значит упрощенную? Адаптированную. Школьнику надо сдать экзамен. Им нужно сдать, наконец, ЕГЭ, как сейчас в российских школах. И для этого все-таки приходится ввести этот океан под названием язык, какие-то рамки. Его вводят. Ну, насколько сегодня язык может определять взгляды человека и, условно, быть делением в такой системе свой-чужой? Потому что известен не только, наверное, филологически это вопрос, но и политически, и до сих пор вызывает споры. Это форма на Украине или в Украине. Какая является легитимной? В вашем вопросе сразу два вопроса. Первый вопрос, он бескрайний. Вот в том, что касается язык, сознания, политическое мышление и так далее. Говорить вообще очень сложно, наверное. Если говорить о втором вопросе, который более конкретный, да, абсолютно по этой форме в Украине и на Украине действительно проходит некое разделение политических взглядов или представления людей о реальности. И если мы говорим, например, на Украине, мы, безусловно, придерживаемся норм русского языка. Вот я честно скажу, что я сама всегда обычно говорю на Украине. Но если я говорю с собеседником, который приехал с Украины, а я говорю и с Украиной тоже, и он будет настаивать на том, чтобы я говорила в Украине, я, безусловно, буду говорить в Украине, потому что это некая, ну, если хотите, коммуникативная задача. Если вы не хотите, чтобы ваша коммуникация с собеседником нарушалась, значит, выбирайте ту форму, которая предпочтительно не для него. На самом деле так. Иначе мы с вами упираемся в, ну, если хотите, неразрешимый спор, неразрешимый конфликт, неразрешимую проблему, когда мы с вами из-за выбора предлога не сможем остановить с человеком коммуникацию. Но, в принципе, да, вот когда я провожу такие какие-то опросы среди своих собеседников в разных кругах, я понимаю, что, да, все используют разный предлог. Кто-то в, кто-то на, и объясняю это исключительно политическими причинами. Это так, да. То есть тут вопрос взаимоуважения элементарного, когда мы говорим о тех людях, которым приходится, например, существовать в двух пространствах, и на территории Украины, и на территории России. Еще раз я просто могу повторить, что если говорить о норме русского языка, то она не менялась, она прежняя. Мы говорим на Украине и, соответственно, с Украиной. Это традиционная норма, она везде зафиксирована. Никакого изменения нормы пока не происходило. Что происходит? Происходит изменение, ну, как бы, речевого пространства, коммуникативного пространства, да. Люди, которые говорят по-русски на Украине, живут на Украине, да, или в Украине, люди, говорящие по-русски, они используют, соответственно, другой предлог. Они говорят, мы живем в Украине. Они предполагают, что тем самым обозначают существование отдельного государства, давно отдельного от России. Да, это так. Вот эти коммуникативные особенности и обстоятельства, которые вынуждают, возможно, людей говорить таким образом, они в конечном итоге влияют на сам язык, поскольку, как мы знаем, язык — это живой организм, и он подстраивается под обстоятельства. То есть может ли это стать нормой в конечном итоге, как вы считаете? Конечно, может, безусловно. Может произойти то, что мы называем сначала смещением нормы, да, а потом может произойти и изменение нормы. Всё это зависит от того, как скоро и какое количество людей начнёт использовать эту, ну, давайте назовём её новую норму, то есть начнёт использовать эту форму. И если таких людей окажется больше 80%, то эта норма, скорее всего, будет нефиксирована. То есть критическая масса — это 80% для того, чтобы изменилось что-то в языке? Ну, во всяком случае, да, так всегда это было, например, для лексикографов. Для того, чтобы изменить, ну, например, орфоэпическую норму в словарях, всегда предполагалось, что, ну, вот так, примерно, мы не можем же с вами в каких-то абсолютных цифрах говорить, ну, примерно 80% всё это происходило путём опросов, например, да. И если меняется, ну, например, если раньше была норма фольга, я говорю о фольге, да, то есть это была литературная норма, то потом понятно, что когда все начинают говорить фольга, и таких людей становится больше 80%, норма меняется, и будет уже не фольга, а фольга. Или, там, кулинария, кулинария. Вот сейчас кулинария — это новая норма, хотя раньше нормой литературной считалась кулинарией. Кстати, насколько важна грамотность в интернете, и можно ли сказать, что определённого рода пренебрежительное отношение, может быть, к грамматике, к пунктуации, в частности, в переписках личных или-то в комментариях, приводит к снижению грамотности населения пользователей? Я сразу про слово «население». Я стараюсь сейчас говорить про население, обычно я использую слово «люди», да. Так вот, грамотность людей в интернете, пользователей в интернете. В чём, собственно, вопрос? Насколько неграмотны там люди в интернете, или насколько это может влиять? Ну, люди получили возможность высказываться, и каждое сам себе средство массовой информации, соответственно, стало заметно, что, может быть, далеко не все пишут грамотно. Это влияет каким-то образом на язык, или мы просто констатируем, что далеко не все люди пишут идеально и грамотно, как это должно быть? И то, и другое. И констатируем, и постепенно, конечно, будет влиять. То есть у меня нет никаких в этом сомнений. В чём вы правы? В том, что, может быть, когда-то, когда не существовало интернета, грамотность была ничуть не выше. Это такой некий миф, что вот раньше, когда-то, все были очень грамотны, а потом появился интернет, и все вдруг сразу стали неграмотными. Ну, это ерунда, конечно, просто потому что… Ну, представьте себе, я всегда привожу этот пример, представьте себе, что мы могли бы зайти на почту в 70-е, 80-е годы прошлого века и открыть все эти письма, которые люди друг другу посылали. Ну, неужели вы думаете, что все эти письма были стопроцентно грамотны? Уверяю вас, что нет. Вот точно так же, как сейчас в интернете всё это вываливается с соответствующей орфографией и пунктуацией, точно так же, если бы у нас была возможность открыть переписку, мы бы там примерно то же самое обнаружили. Но здесь проблема, конечно, в другом, в том, что, во-первых, есть магия печатного слова. То есть нам всегда кажется, что если это печатное слово, то это вот как-то правильно. Ну, это правильно. Если напечатано, как раньше люди говорили, если в газете написано, то это же всё правда. И точно так же, если текст напечатан, значит, скорее всего, он начинает на нас воздействовать таким же образом. Никто не отменяет зрительной памяти и зрительного восприятия. То есть то, что постоянно нам в глаза как бы лезут неправильно, неправильный образ слова появляется, отсутствие правильной пунктуации, появление неправильной пунктуации, лишних запятых и так далее. Постепенно у нас сбиваются то, что мы называем настройками. Вот наши зрительные настройки, речевые настройки, коммуникативные настройки сбиваются. И получается, что вот этот неправильный образ слов, предложений и так далее, он начинает воздействовать на нас. То есть сначала мы вроде бы пишем неправильно, а потом мы это же читаем у наших собеседников. И это воздействие, оно на самом деле довольно мощное. Оно особенно скорее, конечно, на тех, тех, у кого нет устойчивых орфографических и пунктуационных навыков, то есть это дети, это школьники прежде всего, то есть у них нет сложившегося твёрдого вот этого навыка, закреплённого, скажем, как это бывает у взрослых людей. И вот на них это действует довольно серьёзно. Вот это расшатывающее влияние неправильных написаний, ненормативных употреблений, вот это действительно серьёзно. Можно ли говорить о каком-то таком действительно тревожном уровне ошибок в интернете сегодня, ну и в медиапространстве, может быть, если расширить? В тревожном? Ну, я бы не превращала это всё в катастрофу, скажем так. То есть пока нам как-то удаётся балансировать на уровне, скажем, когда мы друг друга всё-таки понимаем, что можно считать катастрофой, когда нарушается коммуникация. Когда вы читаете какую-то фразу, а понимаете её совершенно по-другому или вообще не понимаете. Вот это нарушение коммуникации. Сейчас, пока мы как-то идём вот по этой проволоке, нам удаётся не упасть ни вправо, ни влево, пока мы балансируем, слава тебе Господи. Просто об этом нужно помнить. Об этом нужно помнить, и это нужно так понемножечку как-то... За этим нужно следить. Боюсь слово регулировать, потому что слово регулировать все понимают сразу неправильно. Да, но об этом нужно помнить. Это всегда должно быть где-то у нас вот там. Вот это опасение. Непонимание. У нас звонок радиослушателей на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к употреблению маты, ну, скажем, на сцене? Вот постоянно педалируется этот вопрос на радио, на котором вы выступаете, в частности, тоже. Вот здесь у нас ведущая одна, профессорская. Она говорит, что она маты употребляет даже при воспитании детей. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Спасибо вам. Матом в нашем эфире никто не разговаривает. Пару раз. Да, я вот хотела обратить ваше внимание, что я все-таки выступаю сейчас на радио «Болтком». Как сказал слушатель, вы выступаете на радио. Вот я на радио «Болтком». Я надеюсь, что все-таки там уж до маты-то дело не доходит. Но хороший вопрос, тем не менее. Меня же, собственно, спросили про театр. Я так понимаю, что... Ну, в том числе и массовая информация. И театр, и кинематограф, и СМИ, да. СМИ и выступление на сцене. Ну, в СМИ, не знаю, как в Латвии, в России, во всяком случае, в СМИ мата быть не может. Ну, просто сначала следует предупреждение за мат, а потом должно следовать просто лишение лицензии. То есть это административное нарушение, мата в СМИ быть не должно. То есть с этим мы закончили. А вот что касается театра, книг, искусства. Ну, как я могу относиться к мату? Как филолог я отношусь к нему совершенно спокойно, как к любому виду речи. Это, да, это такой стилистический слой особый, интересный, богатый. Без него, наверное, было бы неправильно и скучно. Использую ли сама? Нет, не использую. Но как филолог знаю хорошо. Как отношусь к мату в театре? Буду относиться прекрасно, если меня предупредят. Ну, то есть, если, скажем, на билете в театр будет соответствующая пометка. Использование нецензурной лексики. С книгами это так и есть. Единственное, что меня всегда немного смешит надпись на книгах. Знаете, то есть эти книги, они должны быть упакованы в обложку, в целлофановую. И там всегда стоит, по-моему, нет слова «осторожно», но, тем не менее, использование нецензурной брани. Так вот, речь, конечно, не о брани идёт, речь идёт просто о лексике. Нецензурная лексика. Отлично, я тоже буду рада, если меня предупредят. Я буду в курсе и буду спокойно относиться. Точно так же кино. Пожалуйста, напишите на билете, потому что, честно говоря, вот эти вот там 16+, 18+, они в этом смысле мало о чём не говорят. Ну, просто предупредите меня, и я тоже буду относиться спокойно. Я за предупреждение. Предупрежден, значит, вооружён. В остальном абсолютно спокойно. На ваш взгляд, в чём феномен русского мата? Потому что нередко можно услышать, что с помощью одного матерного слова можно выразить и восторг, и недоумение. Причём сделать это так, что сразу становится понятно, насколько эмоционально человек в этот момент потрясён. Вот есть в этом феномен? Или мы уже, может быть, это пытаемся объяснить сами для себя и создали миф этого великого русского мата? Давайте я только скажу сразу, Вадим. Я не специалист. По мату? Вот не специалист по мату. Нет, нет, есть специалисты, да, но это не я. Я скорее такой наблюдатель, иногда восхищённый, потому что, как я всегда говорю, материться можно и изящно, и с использованием всего богатства вышеозначенной лексики. Меня-то восхищает немножко другое. Я тоже об этом говорю, когда меня спрашивают о мате. Меня восхищает то, что на основе четырёх корней можно создать не просто однотомный словарь, а я видела, например, двухтомник, такой изрядный, хороший словарь двухтомник. Благодаря чему? Благодаря нашей богатой системе суффиксов и окончаний. Вот наша грамматическая система русского языка настолько богата и настолько прекрасна, что она способна на основе всего четырёх корней образовать невероятное количество смыслов. Кстати, благодаря этому, потому что я предвижу, что если какие-то вопросы ещё будут отслушать, или они обязательно будут касаться, например, заимствования, вот именно благодаря этому свойству нашей русской грамматической системы мы способны, принимая к себе невероятное количество иностранных корней, адаптировать их, быстро превращать в свои, как-то отсеивать, просеивать их сквозь сито. И таким образом мы не засоряем свой язык иностранными словами, а я бы сказала наоборот, мы делаем эти слова своими, и всё это благодаря системе суффиксов и окончаний. Сейчас мы сделаем... Мы сейчас, наверное, работает МАК. Вот, собственно, это модель, это такая, можно сказать, лексико-грамматическая модель русского языка. Небольшой перерыв сейчас сделаем, потом мы вернёмся и продолжим. Филолог Марина Королёва с нами на прямой связи. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Марина Королёва – филолог и журналист с нами на прямой связи. Ещё раз здравствуйте. Да, ещё раз давайте. И у нас есть звонок. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Я журналист. Мне очень приятно слушать Марину Королёву на эту тему. У нас в Латвии, где проблемы с русским языком осенью очень актуальны. Я хотел бы отметить два момента, так сказать. Лет 10 или больше назад, после того, как я услышал объявление на русском языке на железнодорожном вокзале на Рижском, я решил, что нужно создать общественную инспекцию по русскому языку. Конечно, штрафовать никого невозможно, но волонтёры, думаю, смогут поработать. Так что я эту идею вбрасываю в общественное пространство. И второе, поскольку у меня уже внуки, ну и подросли, я им запрещил писать мне смс-ки неграмотно, с ошибками. Я им их предупредил, что если они не ставят запятые, не ставят какие-то мягкие знаки и так далее, не ставят точки, я им просто не отвечаю. С тех пор все внуки пишут мне грамотно. Спасибо. Спасибо. Ну, такой способ общения с внуками. Что касается языковой инспекции, что думаете, кстати? Давайте начнём с внуков. Это проще. Это проще. Очень правильный ход. Но вообще, мне кажется, что с детьми дети очень легко втягиваются в любые игры. Вот это такой игровой момент. Напиши мне смс-ку правильно, иначе я тебе не отвечу. Кстати, здесь кроме игры есть ещё и, конечно, момент возможного нарушения коммуникации. То есть если дедушка очень нужен, то ты ему таки напишешь смс-ку правильно. Но вообще с детьми играть, больше играть, как-то втягивая их в языковые игры, это правильно. Теперь по поводу общественной инспекции. Опять-таки, просто очень боюсь всего, что связано с регулированием, инспекциями и так далее. Но здорово, когда есть какие-то, опять-таки, в форме игры, если хотите, волонтёрские начинания движения. Вот я помню мои коллеги в Воронеже, из Воронежского университета, есть там такая Лариса Дьякова, они образовали у себя при кафедре такую маленькую собственную службу русского языка. Изготовили себе удостоверение, такие красные корочки, написали там службу русского языка, им фамилия. И если они видели, например, какие-то в городе объявления, написанные ужасным языком, с ошибками и так далее, они заходили очень серьёзно, показывали эту корочку, говорили, служба русского языка, а что у вас с объявлением? Исправьте, пожалуйста. Как ни странно, даже никто не интересовался, страшно пугались, тут же всё это исправляли. Но всякий раз, как я себе представляю, как мы создаём такую настоящую инспекцию русского языка, мне становится грустно, потому что я понимаю, что всё это сразу пойдёт не туда, действительно упрётся в штрафы, в репрессии и так далее. Нет, лучше не надо. Ну вот что касается атмосферы языковой ненависти, которая в том числе приумножается, на мой взгляд, субъективной за счёт тех же переписок в интернете, потому что нередко, опять же, можно наблюдать, что кто-то предлагает расстрелять, условно, да, кого-то за отсутствие запятых или каких-то там грамматических ошибок, наличие, например, там, «тяй-тя» тоже вызывает у многих большое раздражение. И насколько, на Ваш взгляд, общество терпимо к ошибкам или вот эта гипертрофированная как раз форма расстрела за грамматическую ошибку, она уместна? Ну, форма расстрела, мне кажется, неуместна вообще ни за что. Слава тебе, Господи, смертной казни у нас нет, поэтому... Ну, в бетафорическом смысле, конечно, не буквально. Да, да, понятно, что... Но то, что нас очень многое раздражает в языке, и это правда, и там нас могут раздражать, наконец, какие-то слова, нас могут раздражать какие-то формы, ошибки и так далее, люди часто эмоционально по этому поводу высказываются, и часто это связано вовсе не с языком, а это, знаете, вот как бывает чисто психологически какая-нибудь последняя капля. Вот сегодня у меня на работе вот это случилось, вот то, и, наконец, я пришёл, открыл Фейсбук и увидел там тся и тся, и вот тут расстрелять вот за эту ошибку. Вот тогда человек пишет об этом эмоционально. Ну, честно говоря, я бы не относилась к этому уж прям так серьёзно и буквально, потому что, ну, что здесь сказать? Вообще у людей довольно много проблем, и эти проблемы гораздо серьёзнее, этих проблем очень много, чем проблемы с тся и тся. И если у человека эта проблема единственная, то я могу себе представить, что это какой-то счастливец и любимец богов. Но есть, кстати, какие-то наиболее чувствительные ошибки, которые вызывают особенную реакцию, вот на ваш взгляд, последней тенденции? Это всегда меняется. Кстати, в том, что касается тся и тся, я бы сказала, что этого неожиданно стало меньше. Вы знаете про такую акцию, которая называется «Тотальный диктант». Конечно. Ну, вот она в том числе подтвердила наши такие догадки, которые мы делали на основе просто чтения соцсетей. Это подтвердилось. Действительно, ошибок на тся и тся в последние годы стало меньше. Вот просто чисто количественно. Из раздражающего, ну что, пожалуй, наверное, это совершенно перестали понимать, как писать не с наречиями, например, и прилагательными, слитно-раздельно. Очень много ошибок, связанных с разделением слов на несколько. Вот сейчас не вспомню, что именно. А, ну, например, вот, на ощупь, да, там, как писать, слитно-раздельно, и слова подобного рода. И они пишутся, как Бог на душу положит. Очень много ошибок, таких тоже раздражающих, связанных с непониманием устойчивых выражений. Это особенно у очень молодых людей, которые слышат наши фразеологизмы, наши крылатые слова и выражения. Как бы они понимают примерно, о чём идёт речь, но точно не знают, что это такое. Ну, у меня любимый пример — это «Глаз вопиющего в пустыне», когда пишут, как «Глаз вопиющего», ну, потому что, а что иначе? Почему «С», собственно? Если «С», то откуда? Вот это, пожалуй. Ну, и много-много всего. Много-много всего. Но ведь есть такие моменты, которые основаны на ощущениях, как мне кажется. Это очень интересно смотреть реакцию иностранцев на ответ «да, нет, наверное». И, соответственно, человек обгоняет это просто, ну, если брать такой дословный перевод, то человек просто не понимает, что ему хотел ответить. Вот это всё-таки такие парадоксы русского языка? Вот как можно объяснить появление таких форм? Нет, это не парадоксы, это наша особенность. Ну, если хотите, называйте это парадоксом, называйте парадоксом. Но на самом деле нет, это наша особенность. Так сложнее. Да нет, наверное. Думаю, что если покопаться, то можно найти, наверное, в этом какие-то, ну, не знаю, там, ментальные корни, то, что связано с нашим мироощущением, когда мы не уверены в том, что мы говорим, или хотим показать неуверенность. Вот, кстати, слово, которое очень долго, слово «паразит», как бы выражение, выражение «паразит», которое очень долго просуществовало в русском языке. Наверное, два десятилетия таких хороших, два десятилетия середины 90-х и, ну, я бы сказала, что до начала десятых. А потом потихонечку стало сходить на нет. Сейчас я слышу его совершенно не с такой частотой, как раньше. Вот можно предположить, что, например, оно как раз обозначало собой некую постоянную, перманентную неуверенность в происходящем. Человек не уверен в том, что он видит реальность, в том, что он в этой реальности существует. И он всегда обозначает её как нечто «как бы». Вот сейчас, кстати, появился другой паразит, который я встречаю всё чаще. Это реально. Когда мы говорим, это реально звонок с болткома. Это реально идёт эфир сейчас. Мы с тобой реально разговариваем. Примерно то же самое, что с «как бы». То есть человек пытается утвердить реальность происходящего. Ему недостаточно сказать «это звонок с болткома». Ему нужно сказать «да-да, это он действительно, это реально так». Вот это то, что пришло на смену «как бы». Вот есть ещё одно наблюдение, говоря о красивой речи иностранцах, возможно, изучающих русский язык. А порой кажется, что они бывают наиболее грамотные, чем те, для кого тут же русский язык является родным. Вот в чём здесь феномен? Почему иностранцы говорят иногда грамотнее, чем... Носители. Ну да. Носители языка. Просто потому, что это выученные правила. Иностранец, естественно, позволяет себе меньше отступлений, отклонений от той линии, которая была задана ему на уроках и так далее. Он боится сделать шаг в сторону. А мы постоянно идём, пробуя возможности языка, раздвигая их, расширяя. Как бы. Мы пытаемся эти возможности попробовать, проверить. И, кстати, делаем это на самом-то деле. Вадим, мы с вами до эфира расписывались. Я вам писала про Розенталя. Да, у него юбилей. 120 лет Розенталю в этом году юбилей. Вот Дитмар Розенталь. Человек, который написал огромное количество справочников и книг о русском языке. Причём о русском языке как. Он писал нормативные справочники. Нормативный человек, который нормировал русский язык в течение многих лет. Работал в том числе с дикторами радио и телевидения. Ну, то есть вот всё, что считалось образцом русской речи в середине прошлого века, в конце прошлого века, это был Розенталь. Вот что интересно, Розенталь-то, собственно, для него русский язык не был родным. Родной его язык польский. Родился он в Польше, в еврейской семье. Потом переехал в Германию. В семье говорили по-польски, по-немецки. И только уже довольно поздно он оказался, соответственно, в Москве, там учился в университете, стал кандидатом в педагогических наук, ещё получил экономическое образование. И при этом был, как бы мы сейчас сказали, топовым человеком в русском языке. И вот его язык, говорят, был исключительно правильным. Кстати, Владимир Познер, я только что о нём подумал как раз, человек, который начал говорить по-русски по-настоящему около 20 лет. То есть ему было почти 20 лет, когда он, собственно, стал осваивать русский язык. Какая речь, какая правильность. Ну и он сам, по-моему, этого не скрывает, говорит, что я человек, который выучил русский язык поздно, учил его фактически как иностранец. И вот вам, пожалуйста, практически идеальная правильность. То есть когда, например, в Латвии говорят о том, что важно учиться не на русском языке, сейчас, ну это такая достаточно популярная история, школы переводят на латышский и так далее и тому подобное. То есть есть ли в данной ситуации угроза носителям русского языка, что они его потеряют? Или, по крайней мере, ухудшится качество языка? Языковая ситуация, вообще языковая, вот такая политическая, социальная ситуация, всегда очень сложная вещь, действительно связанная с политикой. Мне сложно говорить, не зная, например, какое будет количество школ, с какого класса будут люди всё-таки учить русский язык и так далее, будут ли у них уроки русского, не будет уроков русского. Ну, мне кажется, что для носителей русского языка, для тех, кто, собственно, родился говорящим по-русски, и у кого русский язык остаётся основным в семье, и для того, кто будет его так или иначе учить в школе, тут, мне кажется, в общем, ну, опять-таки, катастрофы не будет, но очень большая нагрузка переходит на семью. То есть, как я понимаю, в этой ситуации, сразу скажу, я не знаю пока тонкости ситуации, не знаю, что там на самом деле предлагается, да, но вот так немного фантазируя, просто надо понимать, что тогда потребуется какое-то количество дополнительных занятий, каких-то там, не знаю, воскресных, субботних школ и так далее. То есть, то, что происходит в других странах, то, что мы называем дальним зарубежным, там, например, там, не знаю, в США, в Канаде, во Франции, там, вот, носители русского языка, люди, которые учат русский язык уже совсем как иностранный, да, они пользуются какими-то дополнительными ресурсами для этого. Но это, конечно, сложнее, чем учить русский язык просто в школе, понятно. Вот вы говорили в одном из интервью, что с языковой враждой, так называемой, столкнулись в детстве, когда прочитали, если я не ошибаюсь, в газете формулировку «американские ублюдки» и спросили потом у родителей, которые пришли, что это, и поставили их в такой ступор. Но если вот сравнивать тот период, да, наверное, и день сегодняшний, столкнуться с подобным можно проще и чаще? В интернете, безусловно, да. То есть понятно, что все виды языковой вражды, наверное, вы там найдете. Все зависит от того, в какие группы вы ходите, какие сайты открываете и так далее. если говорить о телевидении, например, я с трудом выношу, например, современные политические ток-шоу, но там не столько лексика, наверное, сколько интонация. Интонация, агрессивная интонация, крик и так далее. Вот это то, что постоянно там взводят, заводят публику и так далее. Агрессивная интонация, это ведь ничуть не менее, так сказать, страшная вещь, чем, например, лексика. Понятно, что вот таких слов, скажем, то, что я видела в советском журнале, а это был советский, как я теперь понимаю, какой-то политический журнал, видимо, да. Просто я читала все подряд и вот, в частности, вычитала это словосочетание «американские ублюдки». И потому что там речь шла как «видимо», видимо, не знаю, может быть, о вьетнамской войне. Мне слово показалось таким ярким, и я поинтересовалась, что это такое. Все-таки этого я сейчас не слышу. А вот скорее интонация. Это то, что меня пугает и сильно напрягает. Это да. Ну, манипуляция и атмосфера, наверное, этой языковой вражды, она может быть, по сути, абсолютно и хитро завуалированной, потому что, я помню, вы приводили в пример тоже то, что можно услышать в том числе российских каналов. Бабушка Хиллари Клинтон. Вот в этом смысле... Да. То есть это можно расценивать как тоже язык ненависти определенного рода? Это скорее не язык ненависти, это язык пренебрежения, снижения. То есть это все-таки напрямую не язык вражды. Но, безусловно, это уничижение. Уничижение, скажем, человеческого достоинства. В данном случае достоинства женщины, политика и так далее. Дискриминации, если хотите. Это может быть дискриминация по возрастному признаку, дискриминации, по полу, по гендеру. Звонок у нас. У нас есть звонок, да, примем звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Извините, маленький вопрос. Можно еще? Да, задавайте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к так называемому птичьему языку? Например, таргетирование, инфляция, секвенциирование, бюджета, положительный рост в отрицательной зоне и так далее. И как бороться с этим? Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Ну какой же это птичий язык? Я же говорила, что вопрос по заимствованиям обязательно будет. Смотрите, я с одной стороны филолог, с другой стороны журналист. Это всегда, конечно, двойственность. Как филолог, я всегда к таким вещам отношусь спокойно, говорю, что ничего страшного, язык это все перемелет, он возьмет только то, что ему нужно. Он сначала берет все подряд, и потом отсеивает и оставляет то, что нужно ему действительно. Как журналист, я, например, даже в выпусках экономических новостей, если мне приходилось их читать, и уж тем более в выпусках общих новостей, которые я ивала всегда, старалась говорить проще. Проще – это значит понятнее, это значит как можно меньше все-таки незнакомых, например, иностранных слов. Если уж ты его используешь, то надо расшифровывать. Если это какой-то специализированный журнал, специализированные издания, все нормально с таргетированием. Если это для всех, понятно, что надо как-то адаптировать и разъяснять, если кому-то непонятно. Ну, вот такая нормальная практическая стилистика русского языка. Вот как раз об адаптации вы сказали. Недавно переводчик, один из переводчиков Владимира Путина, президента России, привел в пример выражение, которое вызвало у него определенное затруднение при переводе речи президента. Это была цитата «Мы не будем стоять в раскоряку». И вообще нередко, в том числе, российский лидер использует такие выражения, непереводимые, скажем так. Насколько грамотно использовать их? Не самая грамотная, наверное, в данном случае будет постановка вопроса, с какой целью используется, скорее, вопрос. Цель, безусловно, она немного манипулятивная, да, потому что, понятно, мы хотим быть ближе к народу, когда мы говорим, используем некое выражение. И, кстати, мне кажется, что большинство как раз-то воспринимает положительно, потому что человек говорит так, как говорят они. Стоять в раскоряку, ничего в этом выражении такого нет, за исключением того, что оно считается просторечным. То есть это не высокая литературная норма, а просторечное выражение всем, в общем-то, понятно. Насколько грамотно? Да, как пишут у нас в словаре в таких случаях, они ставят помету просторечие. Это значит, что для высокой литературной нормы такое выражение не подходит. А вы уж там, политики, сами решайте, будете вы его использовать или нет. Если используете, то, очевидно, вы обращаетесь к определенному округу людей. А те люди, которым это, может быть, не очень нравится, их заведомо меньше, потому что они смотрят в словари, а остальные в словари не смотрят. Они знают, что это выражение им знакомо, и они относятся к нему совершенно нормально. Но риторика политиков и те слова, что они используют в своей речи, вот вы, работая на «Эхо Москвы», в том числе говорили со многими из них, в том числе и с Михаилом Горбачевым. Вот по тому, как политик говорит, что можно вообще определить и насколько речь является таким, может быть, индикатором тех или иных характеров, скажем. Дальше политиков, и, как я всегда говорю в таких случаях, хуже политиков, только дипломаты. Дипломатам вообще самая главная задача заключается в том, чтобы вообще ничего не сказать, говоря. У политиков задача близкая, но там есть некие дополнительные задачи. По их речи в общем вы почти ничего определить не сможете. Потому что, как правило, если вы говорите, например, о депутатах Думы, о политиках не очень публичных, это могут быть мэры городов и так далее, их речь скорее характеризуется тем, что Корней Чуковский называл канцеляритом. Вот это, кстати, я не знаю, едва ли не большее зло на самом деле, чем использование просторичных выражений. По мне, лучше уж живее, но не использовать канцелярские обороты. Потому что такие железобетонные, тяжелые, вот такое впечатление, что плита ложится вам на голову, когда с вами разговаривает вот этим языком чиновничьим. Вот это куда большее зло. И избавиться от него сложнее. Более того, я смотрю сейчас по своим студентам, которые приходят из школы, например, уже с готовым набором всех этих выражений. Я смотрю на них просто в панике, потому что их сначала приходится, знаете, как будто раздевать, снимая с них вот этот вот налет чиновничьих, официальных, канцелярских конструкций. Очень сложно сделать так, чтобы они научились говорить живо и писать живо. Вот это огромная проблема. А на ваш взгляд, почему это стало проблемой? Ведь вот эти все канцелярские формы, они достаточно неуклюжие. С одной стороны, вроде кажется, что это логично, как построить хрущевку, например, но с другой стороны, ведь они даже в какой-то степени нелогичны, потому что когда вы рассказывали про чиновников, я вспомнил, какие комментарии дают представители, например, МВД России, Минюста России, и Следственного комитета, они все говорят как будто на одном языке, но это ведь даже выглядит нелогично, как мне кажется. Почему же нелогично? Задача та же самая, сказать так, чтобы либо ничего не сказать, либо сказать так, чтобы вы не поняли. То есть нет такой задачи что-то вам, во-первых, рассказать или донести до вас какую-то информацию. Задача как раз другая, максимально эту информацию завуалировать. Сделать так, чтобы вы сначала даже не поняли о чём вам говорят и чтобы вы с трудом её добывали, реальные вот эти зёрна информации, чтобы вы оттуда доставали. Если представить себе, что задача такая, как правило, какая задача у чиновника? То есть как бы отбиться, отбиться, сделать так, чтобы от тебя отстали. Вот это первое. Тогда задача выполняется на всё 100%. Но этот язык очень заразен. Он заразителен и заразен. И вот в частности он очень сильно действует, как я уже сказала, на молодые умы, которые первое, что они делают, они начинают говорить тем же самым языком. К сожалению. Потому что им кажется, что это некий культурный язык. Что он такой, понимаете ли, правильный. Вот тот язык, которым они говорят на улице друг с другом, это язык такой просторечный, неправильный, некультурный. А вот все правильные, культурные люди должны говорить вот таким языком. И они очень легко это цепляют. И их очень трудно от этого отучить. А нужно что-то третье. То есть язык должен быть живым с одной стороны, а с другой стороны не должен быть ни просторечием, ни канцелярским языком. Ну вот недавно был такой большой резонанс, вызванный словами о клаачном русском языке. Их употребил филолог Гусейн Гасанов. Он, кстати, был в студии программы «Абонент доступен». И он объяснил, что он имел в виду не сам русский язык, а его использование в том числе в СМИ, среди политиков, юристов, правоохранительных органов. Вот насколько, на ваш взгляд, к русскому языку применимо такое определение, как клаачный? Каким-то слоям, безусловно, применимо это выражение. Если мы берем действительно язык, которым иногда пишут некоторые сайты, некоторые желтые газеты, насколько я понимаю, именно это имел в виду Гасан Гусейнов, имея в виду язык желтой прессы прежде всего. Безусловно, есть язык высокий, есть язык литературный, есть язык разговорный, русский язык. Тоже, кстати, входит в понятие литературной нормы. Он просто не… Это такое, знаете, человек с большим количеством одежек. Или, другой мой любимый образ, вот есть микшерный пульт, у вас там за стеклом сейчас сидит звукорежиссер, у него есть пульт, правда же? Ну вот представьте себе, что русский язык, любой язык, любой язык, это такой вот набор микшеров. И вам для того, чтобы говорить с одним человеком, нужно вывести один микшер. Для того, чтобы поговорить с коллегой в коридоре, вам достаточно вывести другой, а первый можно убрать и так далее. И вот всё это богатство микшеров хорошо бы одному человеку иметь и им владеть. И вот если ты всем этим богатством владеешь, да ещё и знаешь, когда один микшер убрать, а второй наоборот включить, ну вот тогда ты человек, владеющий языком в полной мере. Если ты владеешь только одним, условно каким-нибудь клачным, ну что, грустно? Или, кстати, если ты владеешь только высоким литературным и считаешь, что всё остальное недостойно внимания, ну, наверное, тоже немножко жаль. Надо же знать свой язык во всех его ипостасиях. В завершение задам вопрос. Кофе сохранит мужской рот? Конечно, сохранит. Он и сохраняет, собственно, он, кофе. Если вы говорите о том, что есть некая новая норма, новой нормы нет, есть просто вариант, но он уж лет 20, как есть в словарях, и там тоже помечено допустимо, допустимо, кофе, оно. Ну, просто потому, что все сбиваются. Понимаете, люди говорят, когда в обычной жизни постоянно происходит вот эта сбивка, да, как это назвать, некая сбивчивость происходит. Человек говорит то кофе оно, то кофе он. И вот эта допустимость, она отражается в словарях. Но строгая литературная норма как была, так и есть. Кофе он. Как выкрутился один мой знакомый, когда он случайно назвал, сказал о кофе в среднем роде, все посмотрели на него с осуждением, он сказал, ну, это же растворимый. И таким образом все его сразу простили. Спасибо вам большое, что нашли время. Марина Королёва, филолог, писатель, журналист, автор книг и программы о русском языке была с нами на прямой связи в программе «Абонент доступен». Всего доброго и до свидания. Всего доброго. Спасибо.